Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать послание Иуды. Автор послания Иуда отождествляется с апостолом Иудой Левием и Фадеем, братом Иакова Меньшего и с Иудой, названным в Евангелии братом Господнем. Смотрите 13 главу, 55 стих Евангелия от Матфея. Его апостольская деятельность протекала в Сирии. По преданию он удостоился мученической кончине в городе Арате или Берите. Это нынешний Берут. В своем кратком послании, это всего одна глава, написанном для христиан из Иудеев, он неоднократно ссылается на Ветхозаветную книгу Еноха. И в этом же послании Иуда обличает лжеучителей за их нечестие, хулу на Господа Иисуса Христа и ангелов. И распутство. И мы начинаем чтение этого послания и также заканчиваем, потому что это всего одна глава. Но текст этого послания никогда не вызывал сомнения у представителей церкви, потому что его архаичность указывает на его древность. И в этом смысле послание Иуды упоминается во многих святоотеческих творениях, как именно авторитетное и очень древнее послание. Оно начинается словами «Июда, раб Иисуса Христа, брат Якова». Июда мог назвать себя братом Иисуса Христа, но он этого не делает, потому что он считает, что более достойно и правильно назвать себя рабом Иисуса Христа. Но чтобы косвенно указать на то, что он брат Иисуса Христа, он называет себя братом Якова, а в древней церкви все знали, что Яков брат Господь. «Июда, раб Иисуса Христа, брат Якова призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь доумножатся». Оказывается, мы все призванные сохраняемся Иисусом Христом. А как же Христос нас сохраняет? В посланиях Павла говорится, «Един ходатай, един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус». То есть Иисус Христос сохраняет нас своим ходатайственным служением за каждого из нас пред Отцом Небесным. Ибо после того, как Он вознесся на небо и воссел одесной Бога Отца, Бог Отец смотрит на нас, верующих, через раны Своего Сына и видит нас прощенными, помилованными и даже оправданными. Далее мы читаем. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвизаться за веру, однажды преданную святым». То есть мы должны не только исповедовать веру, мы должны подвизаться за веру, то есть проявлять готовность употреблять некое усилие. Как сказано в Писании, Царствие Божие усилием берется и употребляющие усилия восхищает его. «Ибо вкрались некоторые люди из древле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Что это за люди? Это люди, которые могли ложно понять, например, послание Павла, где говорится о спасении по благодати, и они могли злоупотреблять учением о благодати, мол, Господь нам все простит, покроет все наши грехи и все преступления. Таковы и приняли христианство, может быть, для того, чтобы как бы вот решить вопрос со своим распутством, и чтобы при этом еще и совесть их замолчала. Также апостолы Юда пишут об этих людях и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Здесь говорится о Боге и Господе нашем Иисусе Христе. А вот слово «Господь» по-еврейски – это четырехбуквенное непроизносимое имя – Яхвы. Оно применимо только к Богу или к людям? Вот слово «Бог» иногда применяется по отношению к людям. «Боги», то есть «Судьи». Например, было сказано, что Моисей был Богом для еврейского народа в том смысле, что Аарон был его пророк. Это имя-титул, а Господь – это собственное имя Божие. И Христос называется этим именем. В Писании даже сказано «Да, вы Боги, но вы умрете». Поэтому здесь он явно подчеркивает божественность Христа, как своего Господина. Потому что «Адоним Господин» и «Адонай Господь» – это очень близкие понятия в еврейском. В том смысле, что и земная власть имеет происхождение от небесной. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом не веровавших погубил и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Первое здесь говорится о евреях, которые вышли из Египта, и среди них было много неверовавших, как пишет Иуда. Господь их погубил. В течение сорока лет они легли костьми в пустыне, и в землю обетованную вошли те, которые жили без рабского чувства в своем сердце. У них не было в прошлом Египта, который бы они помнили, как сейчас многие ностальгируют по советскому прошлому, и при этом, казалось бы, православные христиане. Это недопустимо. Обозначив такой пример печальный, он говорит про ангелов, которые не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище, то есть с неба сошли на землю, совершили какие-то грехи и преступления, и оказались во мраке наказания. Вот здесь прямая аллюзия с книгой Еноха, в которой рассказывается о том, что сыны Божии, Бней и Лагим, в книге Еноха это ангелы, они сошли к дочерям человеческим, к земным женщинам, вступали с ними в сексуальные отношения, и в результате рождались исполины, издревле великие люди, славные люди, и это был грех их выпадания из духовного мира. Надо сразу сказать, что не все святые отцы разделяют такое вероубеждение, но древние отцы понимали именно так. Мы можем встретить такую точку зрения и у Иустина, мученика, и у других древних отцов второго, начал третьего века. А более близкие к нам отцы, там Августин, Златоуст, они говорят, что сыны Божии, которые входили к дочерям человеческим, сыны Божии это потомки праведного Сифа, Сифиты, а дочери человеческие – это нечестивые потомки Каина, Каионитки, и Богу не угодно, когда верующие берут за себя в брак неверующих. Сказав это, Июда ставит в пример Содом, печальный пример, как Содом и Гамора, и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, что значит ходившие за иной плотью? Ну, не за той плотью. Мужчина не должен бегать за мужчиной, он должен прилепиться к жене, и будут двое вплоть в плоть единого. Ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, это печальный пример, «Так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Получается, что они отвергают начальство церковное и злословят высокие власти, могут покушаться на авторитет апостолов, и также здесь может иметься в виду и высокая светская власть, ибо закон Божий настаивает на том, что начальствующего в народе твоем нельзя его злословить. И далее Иуда приводит пример некого спора, который был между архангелом Михаилом и дьяволом по поводу тела Моисея. Поэтому в некотором смысле в послании Иуды здесь есть отсылка к книгам, которые называются «апокрифическими». Кстати, слово «апокрифический» не означает «подложное», а означает «скрытое», то есть не для всех предназначенное. И Иуда здесь пишет «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда». То есть он не сказал дьяволу «ты там дьявол», но сказал «да запретит тебе Господь». Почему он приводит этот пример? Потому что речь идет о тех людях, которые вкрались в христианской общине и которые позволяли себе грубо, дерзко говорить о священнослужителях и о самих апостолах. И Иуда как бы говорит, что вот обратите внимание на архангела Михаила, он даже в споре с дьяволом себе ничего такого не позволил. А как же вы дерзаете злословить в священном начале? А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. То есть чаще, когда люди говорят плохо о каком-то человеке, они его не знают. Они его не знают. И это какие-то их фантазии, галлюцинации. Потом таким людям свойственно обвинять других людей в своих собственных грехах. Об этом пишет Григорий Богослов. Поэтому такой нечестивый человек, он проецирует свои проблемы на других людей, так ему легче психологически выживать. Он как бы говорит все время, не я один такой, таких полно. Поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то осуждает другого человека в какой-то грубой форме, скорее всего, он рассказывает о себе саму. Потому что здесь вот это и сказано. «О сии злословию то, чего не знают». Как они могут проникнуть в душу другого человека? Даже если им что-то показалось. «Горе вам, потому что идут путем Каиновым». Горе им, «горе им» пишет он. «Потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению, мзды, то есть подверженные принятию взяток, как Валаам, он принял дары, взятку, и в упорстве погибают, как Корей». Вот Корей погиб именно, бросив вызов религиозному эстаблишменту. Он стал осуждать Моисея, Аарона, и сказал, «А вы что, одни священники? Мы тоже священники». И в результате дом Корея провалился под землю с детьми и женами. «Таковые бывают соблазном до ваших вечерях любви». То есть нельзя таких людей приглашать на общественные христианские встречи, которые дерзко говорят о священноначале, о светской власти. «Пиршествуя с вами без страха уточняют себя». То есть они приходят к вам на ваше собрание не для того, чтобы делиться духовными истинами, а чтобы набить свой живот. «Это безводные облака, носимые ветром». Вот тут приводится образ, который мы встречаем в посланиях Петра. «Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». То есть эти люди непредсказуемые. Если сегодня они при вас злословят кого-то из служителей церкви, знайте, через какое-то время они будут злословить вас самих. Они непостоянные. Доверие таким людям оказывать нельзя. «О них пророчествовал и инох седьмой от Адама». Вот здесь идет ссылка на книгу Еноха. Цитата из книги Еноха, первая глава девятый стих книги Еноха. Книга Еноха сейчас доступна. Есть древнеславянская версия этой книги, древнеэфиопская версия этой книги. И в Кумранах обнаружили фрагменты книги Еноха. И там действительно этот текст присутствует. «О них пророчествовал и инох седьмой от Адама, говоря, и дальше идет цитата из иноха, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Вот это цитата из древней книги Еноха. То есть она считалась авторитетным писанием, потому что канон тогда еще не был утвержден до конца ни иудеями, ни христианами. Канон библейских книг. «Это ропотники, ничем недовольные, то есть всех осуждают, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». То есть какая-то корость есть, когда кто-то злословит священно-началие. Может быть, этим сайтом доплачивают из-за океана. Может быть, кто-то это все патронирует. И вот иуда на это обращает внимание. Потому что злословили апостолов. Страшному злословию подвергался апостол Павел. Он постоянно оправдывается в своих посланиях. И это была печальная ситуация. Но все, оказывается, для корости. То есть каждое такое преступление фейкового характера, оно имеет свой денежный след. Денежный след. Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Но это мы находим и у апостола Павла, и у Петра. Павел даже пишет, да уже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским. это люди, отделяющие себя от единства веры, то есть раскольники, они нарушают единство веры, отделяют себя от народа Божия, противопоставляют себя им, настаивая на том, что основная церковь куда-то уклонилась, в нравственном, догматическом смысле, но сами на самом деле являются с точной канавой от самой этой господствующей церкви, потому что в расколы убегают люди в результате каких-то скандалов, каких-то неприятных обстоятельств. Отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, а вы, возлюбленные, назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. То есть, с одной стороны, он как бы нарисовал здесь эту мрачную картину в связи с этими раскольниками, которые проникают в мир церкви, а потом призывает нас к позитивным началам, чтобы мы назидали друг друга святейшей верой и пытались бы сохранить себя в любви Божией. Без любви Божией нет православия. Бог не принимает точное изложение догматов, православной веры, точного исполнения закона Божия, если это не соединено с любовью. Об этом говорится в 13 главе первого послания Коринфянам. Там сказано, имеешь всю веру и все познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. Вот это и есть трагедия раскола. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Мы все нуждаемся в Божьем прощении. Никто из нас не может надеяться на какую-то награду для нас, потому что единственное, что мы можем получить от Бога, это милость. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, то есть здесь призыв проявлять милосердие, но не в каждом случае, потому что это может человека расслабить. А других страхом спасайте, страхом, то есть строгостью, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. И вот здесь надо прямо сказать, что христианская традиция настаивает на том, это уже точка зрения апостола Павла, что если кто-то называясь братом ведет себя нечестиво, лучше с ним не общаться. А вот с нечестивыми людьми в миру мы обязаны общаться. И оканчивая это послание, апостол Иуда пишет, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своею непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Здесь такая конструкция, что как бы мы задаемся вопросом, ведь сказано, что единому премудрому Богу, единому в трех ипостасях. А почему сказано, что мы к нему обращаемся через Иисуса Христа, Господа нашего. Потому что посредник между Богом и нами должен являться и Богом, и человеком. И это Бога-человек Христос Иисус, о котором и сказано. Един ходатай, един посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Кто-то спросит, а что Христос является как человек, как истинный человек? Посредником за нас и пред своим истинным божеством, да, такая постановка допустима. Потому что, когда мы совершаем литургию, там есть такие слова, что Христос есть приносяй, то есть тот, кто приносит жертву, приносимый, то есть сама жертва, и приемлющий, и тот, кому она приносится. Это тайна Бога человечества Христа Иисуса. Итак, сегодня мы с вами прочитали послание Иуды брата Господня. Спасибо всех Христосу.